У меня тема такая, это определение понятия неустановленной нирваны, по-разному приводит на самом деле неустановленная нирвана или нирвана без опоры, нирвана без места пребывания, что на самом деле гораздо более правильный перевод. Значит, о чем собственно идет речь, на каких текстах, на какие тексты я буду опираться? Ну, разумеется, в первую очередь это труды Асанги, Майтре и Анатхи, где как раз вот эти темы все им освещены. Значит, о чем собственно идет речь? Несколько раз этот термин упоминается в компензиуме Абидармы Асанги, Абидармы Самучая. Ну, вот один из фрагментов гласит буквально следующее. Что такое благо с точки зрения покоя? И благо как покоя? Это полное отречение от страсти, отречение от ненависти, от невежества, отречение от всяких аффектов, прекращение мышления и ощущений, уровень нирваны с остатком, нирваны без остатка и нирваны без опоры. О чем речь идет? Значит, это, ну понятно, нирваны с остатком, все знают, да, нирваны без остатка, окончательный нирваны, уход, а вот нирваны без опоры, как раз или нирваны без местоплевания, требует особого анализа. Суть в том, что везде, во всех буддийских текстах, махаенских, значит, этот термин всегда очень четко связывается с идеалом бодхисаттвы, с образом бодхисаттвы, вот это, ну, кто такой бодхисаттва, да, это живое существо, просветленное уже, но не погружающееся в нирвану, не уходящее из этого мира, чтобы, если сенсорического, чтобы спасти всех живых существ. Вот, и, значит, здесь имеет место, да, описывается в трактате такая градация состояний пути, ну, понятное дело, первая стадия – это ученик, далее с ротапанна, вступивший в поток, и так далее, дальше архат, ну, и высшая форма прекращения страдания – это прекращение, которое, дали цитата, которое достигается буддами бодхисаттвами благодаря обретению нирваны без опоры, так как оно имеет причину решимость принести благо и счастье всем живым существам, способным к контакту, то есть тем, кто способен вообще услышать проповедь, как-то ее понять, ее воспринять. Вот, и те, кто вступил на буддийский путь, как пишет сам Асанга, как говорится в трактате, неизвестно, насколько там реальный был вклад в Асанге, в составление трактата, значит, те, кто вступил на буддийский путь, не одинаковы, и разница между адептами тоже определяется их способностями, те, у кого умственные способности, способности по непонимению слабы, и вы по пути шравоков, то есть нацелены только на свое собственное освобождение посредством культивирования бесстрастия. А те, кому свойственны среднеумственные способности, тоже стремятся достичь прекращения страдания только для себя, собственно, протей кабунды, культивируя в себе бесстрастие, но в отличие от шравоков, могут быть наделены способностью интуитивного проникновения в истину. Что это за интуитивное проникновение? Это абхисамая, то есть особое дологическое проникновение в истину, когда человек постигает истинность буддийского учения еще до всякого логического рационального анализа, и результатом этого постижения становится, естественно, изменение и этической стороны личности. То есть он уже еще, не выяснив себе чисто рационально все тонкости буддийского учения, уже, тем не менее, изменяет свои моральные установки и источником мотивации для него уже становятся не, собственно, эгоистические желания или еще что-то другое, а вот, собственно, буддийское, значит, учение. Так вот, что здесь важно? Важно то, что Будды, Пратика Будды, да, могут появляться в тех мирах, в которых Будды, в которых Будда не пришел, да, не было проповедено. То есть, в чем это говорит? В том, что Будды для себя, Пратика Будды, да, обретают нирвану сами без оставления Будды. То есть истина, которую прогласил основатель учения с точки зрения самого учения, это истина как таковая, не связанная ни с личностью основателя, не с другими историческими обстоятельствами возникновения доктрины. Вполне можно сравнить это, например, с христианством, где Христос – это, условно говоря, врата Царствия Небесные. Если ты не принимаешь жертву Христа, то, значит, Царствие Небесное, если, скорее всего, не достичь. И об этом же говорит и представление характерное для Махаяна, вообще ли Буддизм, представление о роли языка. Да, вот скажем, берем тот же Коран, напоминает тут ислам. Значит, Коран, как известно, согласно самой мусульманской традиции, перевести невозможно, в лучшем случае возможен перевод смыслов. И при переводе, разумеется, там что-то теряется. Для буддизма это все не имеет значения. Язык должен, язык проповеди должен быть таким, который будет понятен слушателям. И смысл не теряется, в зависимости от того, на каком языке ты говоришь. Но все это можно сравнить, например, с современной наукой, где есть некий объективный язык, который описывает реальность такой, какая она есть. Да нет. Значит, тут было выключить звук, но отдавается я... Будды для себя приходят в мир, в котором никто не может проповедовать харму. То есть все эти состояния сознания существуют объективно с точки зрения буддизма. Здесь возникает вопрос. Достигает ли полный подлинный нирваны тот, кто отказывается проповедовать дхарму, значит, не выполняет принципиальных этических требований и проявлять милосердие к другим. И вот, собственно, постановка этого вопроса была, видимо, одной из причин возникновения идеолога Хисадова Махайяна. Если Будда для себя живет один, пройти как будто, нападу на носорогу, как гласят буддийские тексты, то человек, обладающий от природы умственными способностями, идущий в его пути бодхисад, стремится обрести вот эту самую нирваны без запоры, чтобы иметь возможность спасать других. И благодаря этому не только сам спасает других, но и сам обретает совершенное просветление. А еще до обретения просветления знает свой будущий путь к нему. И примечательно, что Асанга, говоря о Шраваках, протикабудах, использует даже немножко разные термины. Шравака обретает буквально прекращение страдания, обретает, оно прапнуть, то есть буквально получает нечто. Человек, следующий по пути Махайяны, обретает совершенное просветление самих самбудхим сакшаткарути. То есть делает буквально это просветление совершенно очевидным, несомненно, вот саакшат, буквально перед глазами то, что стоит. И, значит, возникает вопрос, чем все-таки отличается постижение Шраваков от постижения бодхисад. Здесь в компендиуме Эмидармы проводится 11, называется 11 различий. Это различие в объекте, различие в опоре, в проникновении и так далее. И здесь важно то, что под пути бодхисад, это вот это самое совершенное просветление сам яксамбудхи. А под обретаемый Шраваками, это просветление свойственное Шравакам, Шравакасамбудхи. То есть различается не просто степень просветления, различается характер. Это разные состояния сознания. И в другом трактате, как раз в Махаяна-Санграхе, асанге, не сохранившемся, к сожалению, на санскрите, асанга отмечает, что различие нирваны Шраваков и нирваны без опоры или без места пребывания входят в различие природоинтуитивного постижения, это самое присамое, высшая религиозная истина. Так вот, что это за нирвана без опоры или без места пребывания? Суть в том, что согласно учению, собственно, всей Махаяны и с самого начала махаянской философии, это совершенно четко прослеживается, вся Махаяна, в общем, построена в том числе и на принципе недвойственности. Все различия, не то чтобы ложные, но они пустые, они относительные, они представляют собой только некие ментальные конструкции, и в том числе, конечно, это касается различиями нирваны и сансары. И об этом совершенно четко сказано в другом видачаринском трактате, это у Таратантра, приписываемая Майты и Энатхи, на самом деле составил книг комментарий, и вот здесь говорится, в связи с прочим, о трех телах Будды, из которых дармакая дармакая, это дармовое тело, совершенно чисто, свободно от всяких различий, включая различия между нирваной и сансарой, между атманом и несуществованием атмана, атман и эратмья, геда Абхава. И именно благодаря этому, благодаря отсутствию всех различий, оно и представляет собой состояние совершенного покоя. На самом данном случае указывает, что равны ошибаются и не буддисты, которые придерживаются мнения о существовании некоторого неизменного я, и шраваки, которые придерживаются учения несуществования такого я, наверное, рад мне, да, ибо и то, и другое, суть в конечном счете крайне воззрения, которые к истинной дармакии как раз и не ведут. И чем здесь важно милосердие, вот это самое милосердие Бахьеса? Суть в том, что само это милосердие покоится в конечном счете на идее, что даже различие между мной и всем остальным это такая же ментальная конструкция, такое же порождение аффектов, изначально заложено в сознание уместилища и прорастание этих аффектов как раз и приводит к формированию, условно говоря, некоторых таких регионов отдельных этого сознания уместилища или сознания сокровищницы, возникновение границ, разумеется, совершенно ложных в конечном счете с точки зрения высшей истины. И милосердие Бахьеса интересное тем, что оно как раз и является усилием по преодолению вот этих алюзорных границ. Любое различие, это всегда различие пустое, и проблема в том, что когда мы постулируем некое понятие, даже пусть пустое фактически, вот известный пример разноэтической философии нынешний король Франции. Оно фактически пусто, логически пустым не является, то есть в нем нет ничего противоречивого. Так вот, вместе с ним постулируется даже так же и то, что не подпадает под это понятие. Допустим, мы говорим о четных числах, значит, тем самым мы как бы на уровне, выносим за скобки представление о том, что существуют нечетные числа, нецелые, рациональные, комплексные и все прочие. А вот, значит, суть в том, что с точки зрения Махарьяна на уровне абсолютно истинно любые различные произвольные и причины свои имеют аффекты кармические обусловленные предисположенности, в асанах. Причем здесь, что важно, все индийские философские системы, что буддизм, что джианизм, что ортодоксальные системы и все остальные опираются на пустола, согласно которым все обусловленное, все, что имеет причину, не естественно реальное. Истинно реальное, допустим, в санхе проклятие Куруша, истинно реальное Брахман, а все порождения проклятия в санхе это не более, чем порождение и реальность их относительно зависит от самой проклятии. Вот то же самое мы имеем и в Махаяне, в частности, в первую очередь в Гачаре, где само это милосердие бодхисат, причины не имеет, оно само сущее. Точно так же и вот это состояние нирваны без опоры или нирваны без места пребывания, оно точно так же состояние, не имеющее причины. И совершенно не случайно говорится в текстах, что это состояние достигается без усилий. То есть, если я приложил какие-то усилия, чтобы, значит, этого состояния достичь, то это уже говорит о том, что это состояние не есть истинная нирвана, что это какое-то успокоение, состояние какого-то временного покоя. Истинная нирвана, оно не является. И что здесь важно, завершая свой доклад, три свойства состояния просветления бодхисат. Во-первых, оно не зависит от того, кто и как его проповедует или проповедует ли вообще. Оно существует точно так же, как существует в законе физики. само по себе существует. Во-вторых, оно не обусловлено, то есть оно не зависит от усилий, мнений, которые об этом состоянии кто-то высказывает или не высказывает. И, наконец, третье свойство это состояние недвойства, в том смысле, что для живого существа, которое достигло этого состояния, уже не существует различий между нирваной сансарой, благим и благим, между разными живыми существами. Разницы тоже нет. И тем самым, что получается, почему это состояние без места пребывания, ведь и так, и так можно переводить, потому что оно не является ни в чистом виде нирваной, как она понимается в хинаине, ни сансарой. Оно выше этого различия. Более того, суть идеала бодхисаттва, который, собственно, опирается на идею недвойственности, состоит в этом случае не в преодолении собственного страдания только, вот этого шрама, шрам, протекав последователей хинаины, а в преодолении страдания вообще, то есть страдания как такового. Если я преодолел страдания в рамках только своей личности, а все остальные продолжают страдать, а между мной и другими существами нет никакой двойственности, то оказывается, что и страдание на самом деле для меня не преодолено, преодоление было иллюзовным. То есть просветление можно достичь только если ты преодолел страдания вообще как таковое, все и все сознание сокровищницы, все сознание вместилища полностью свободно от любых как реальных, так и потенциальных аффектов, реальный эффект клеша, потенциальный эффект биджи, семя, и освободил это все от васан, от этих кармически обусловленных диспозиций. Это означает, что и различие между разными индивидуальными потоками дхарм, сантаны, это тоже различие ложное, это тоже различие самоидея которого порождена самими же вот этими аффектами. не до конца искорененными. И как существует только одна истинная реальность, точно так же существует и только одно сознание вместилище, сознание сокровищницы Алая Вижняна. И более того, сознание вместилище и истинная реальность култа-тадхата, они тождественны. И полное удаление всех аффектов из единственного сознания сокровищницы, тождественного собственно гармого тела Будды, и является в полном смысле слово освобождением от страдания, в полном смысле слово нирваны. То есть вот именно вот эта нирвана без опоры, почему еще называется без опоры, потому что она не зависит от того, на какой субъект она опирается, состояние обычного, состояние психики, гнев, радость, что угодно еще, они естественно опираются на некий субъект, наносительный. А здесь субъект не нужен, это состояние, которое является опорой само для себя, почему и называется, она нирвана без опоры, то есть нирвана без субъекта, на который она могла бы опериться. Ей такой субъект не нужен. Вот, собственно, вот это и есть нирвана без опоры, без субъекта и нирвана без места пребывания, то есть не зависящие от нирваны в узком смысле слова от сансары. Вот так. Спасибо. У меня просто такая реплика, наверное, об этом виде нирваны говорится также в Махаяна-Сутра-Ланкаре, как о таком состоянии, когда уже достигший нирваны бодисаттва условно воссоздает себя в сансаре. Это означает, что такой бодисаттва должен с большей или меньшей степенью достоверностью имитировать наличие пяти групп. И вот такое положение ген фактически называется сансара, нирвана, а протирсти татват. И вообще-то в принципе некоторые авторы почему-то трактуют это как отказ от нирваны или не вхождение в нирвану. Хотя, по сути дела, речь идет скорее всего не об отказе от нирваны, а об имитации сансар со всеми вытекающими вот отсюда последствиями. честно сказать, я этот трактат не рассматривал. Конечно, спасибо за это ценное замечание, посмотрю, что там написано. Но, во всяком случае, в тех текстах, в основном, конечно, я имел дело с трактатами асанги майтрианатхи в меньшей степени нагаджуны, но там отдельная совершенно традиция. Да, там как раз вот именно вот так вот и получается, что нирвана без запора это вот просто само по себе состояние, которое не имеет носителя и не нуждается какому. И оно тоже действует вот этой самой истинной реальности чистому сознанию. То есть вот отсюда как раз и идет вот это вот представление о едином состоянии сознания Будды как сознание на котором благодаря которому существует все на этом свете. И сам этот свет существует. Вот так. Спасибо. Очень интересный доклад. Но у меня опять же вот какие-то такие, скажем так, не встречались ли вам в текстах буддийских идея, скажем, не встречалась ли идея того, что нирвана, она как бы к ней можно вот как бы приобщиться. Ну, я сейчас объясню. На примере правда суфийского автора есть такая, такой автор Бенараби, кажется, у него была идея того, что в принципе все люди, несмотря на страдания в основе вообще человеческой природы, идея того, что он так, меня тут просит идея того, что мы все уже как бы приобщены к некому лучшему счастью, блаженству, и когда человек проходит путь страданий, там, поисков Бога, ну, неважно, там, очищения души и так далее, когда он уже достигает этой конечной точки, он понимает, что изначально его природа была блаженна, ну, то есть, она была полна, была противоположна во всяком случае страданию. Вот есть ли такое понимание или такая идея буддийских? Собственно, оно как раз и есть, да, это в высшей степени, конечно, буддийская, собственно, только буддийская идея, что действительно вот то, что существую я и отличаюсь там от тебя, от него, от кого-то еще, это как раз и есть порождение вот этих самых аффектов. Ну, точно так же, как, конечно, вот такая очень условная аналогия прагматизма Джона Дьюи, где каждый раз мы в каждой новой проблематической ситуации сами себя границы субъекта переопределяем. Ситуация, допустим, когда какая-то проблема возникает вовне, чисто физически в меня, так мои границы проходят по границам моего тела. Да, если что-то там у меня, допустим, в собственном организме что-то разладилось, границы проходят уже несколько иначе, по границам сознания. Уж про психические болезни не говорю. Значит, то есть это все различия пустые, они не то, чтобы ложные, они именно пустые, то есть они ни на что не опираются. и действительно в чистом виде вот это единое сознание, во-первых, оно едино с точки зрения Махаяны, то есть нет различий моего, твоего, кого угодно еще, и оно действительно изначально чисто, то есть это совершенно буддийская идея, которая, кстати, вполне проявляется также и в недвойственной веданте, монистической веданте, шанкаре, последователей, где речь идет, в общем-то, о том же самом, что есть единый чистый брахман, который собственно является единственной истинной реальностью. У шанкара есть тоже такой любопытный образ, значит, единое пространство, которое разделяется кувшинами, стенами для набитых домов, еще чем-то разделяется, на самом деле это пространство единое. Вот здесь нечто подобное, то есть видим все-таки утверждение, что шанкара это прачан-набалтха, это скрытый буддист, в общем, утверждение очень, мягко говоря, не лишенное большой справедливости. Вот так. Спасибо большое, прекрасный ответ, но у меня вот еще такой момент уточняющий. Есть ли тогда такое понятие, как решимость? Решимость, как некий путь, что я хочу сказать? Если человек поверил, например, что вот это правда, что действительно это и так, или, например, он испытал в какой-то момент вот это состояние и проявляет в дальнейшем во всех своих действиях прежде всего решимость, уверенность в том, что он действует так, как будто он уже этого достиг. Ну, я, может быть, не очень точно определяю этот термин, но вот речь идет о некой духовной составляющей пути, то есть я вплоть до самой, как бы, я готов рисковать чем угодно, но я верю, я знаю, я действую, я решительно настроен уже приобщиться, да, возможно, даже быстрее, чем мои собратья, там, или быстрее, чем моя карма созреет и так далее, и вот этот момент, он как бы является решающим, то есть без этого невозможно достичь. В принципе, в принципе, конечно, там есть понятие решимости, то есть решительного, твердого стремления все-таки освободить все живые существа, то есть помочь им осознать, что они изначально все, не то, чтобы они все Будды, они все Будда только один, единое сознание Будды. Тоже такую иллюстрацию можно привести из психиатрии, диссоциативное расстройство личности, разные субличности в пределах одного человека, одного больного, и задача психиатра, к сожалению, на уровне современной психиатрии неуполнимая, это привести вот эти все множественные личности свести воедино, то есть показать, что все-таки это единое некое сознание, единая личность. И естественно, что для этого нужна твердая решимость, некая моральные свойства, причем тоже свойства самообоснованные, вот уже несколько рискованное сравнение, но не могу его тут не привести, это кантовская этика, да, вот помните, если значит я поступаю, да, добродетельно поступаю, потому что какие-то блага себе ожидаю или пытаюсь избежать каких-то неприятностей, то я моя добродетельно не истинна, только если я действую исходя из представлений о долге, опирающемся на чисто и рациональные представления, тогда я и буду подлинно нравственным, то есть сама некая основанная на себе мораль, вот это конечно такая не столько даже сравнение сколько иллюстрация попытка показать какие-то детали буддистского близких представлений, а вот, ну в общем вот идея такая, что решимость это сама по себе тоже существует, самоосущая, вот так. То есть еще такое наверное понятие автономности, да, если брать кантовскую терминологию, то есть ну здесь все-таки кантовские термины использования их сильно рискованно, то есть я про канта заговорил исключительно ради иллюстрации. Дидактический потенциал, понятно, что мы все используем европейскую философию только для того, чтобы лучше понять какие-то нюансы. Вот здесь значит в чате замечает Андрей Всевышев, что решимость в этом смысле близко родственной вере. В общем здесь действительно совершенно верно. Да, вера, решимость, вирья, энергия или мужество по разным приводам. Это тоже вот такие свойства, которые с одной стороны представляют собой моральные свойства, позволяющие человеку вступить все-таки на этот самый путь и устойчиво держаться на нем. в то же самое время это состояние, которое все вот эти вот свойства становятся возможными, потому что мы все изначально уже просветлены, мы все уже изначально один, самый чистый Будда, чистый Макая. И если бы это было не так, то, видимо, никакая решимость, никакая вера, никакое просветление для нас были бы невозможны, если бы мы уже не были просветлены изначально, не осознавая этого сами. По сути дела вот вопрос веры, вопрос решимости, он связан с тем, как мы понимаем быть в сансаре и имитировать сансару. Это вообще имитация сансары и сансара чем-то отличаются друг от друга? Ну, представление, что сансару каким-то образом можно имитировать или там ее самому себе построить, я в текстах не встречал. Вот названный трактор я посмотрю, Абьесамая Лангкара, или, вот, значит, я посмотрю, что там написано, но в известных мне текстах этого, конечно, нет, об этом нет ничего. Вот так. Так что здесь мне, честно сказать, сложно говорить об имитации, не имитации сансара. Ну, именно вот нирвану без места можно именно так и понимать. Ну, в текстах, которые мне знакомы, это, значит, труды осанги Майтрея Надхи Субанхо, нирвана без опоры это истинное состояние сознания нашего, которое мы еще должны вот осознать примерно так же, как человек психически больной, страдающий этим самым диссоциативным расстройством, изначально все-таки, по сути, это единая личность. Это самое единство надо восстановить кем-то вопросам. А для этого нужно какой-то базис. Мы не можем изначально принципиально разные сознания объединить в одно. Зряние сознаний, к сожалению или к счастью, пока невозможно. А значит здесь это единая личность и это единство изначально ей присуще, она просто восстановится. Поскольку для этого есть, ну хотя бы биологический базис, мозг один, мозг не расщеплен. Вот так. Так, вот значит еще Сергей Евгеньевич задает вопрос, освобождение получается иллюзорно, так как опутывание иллюзорно, правильно я понимаю? Вообще говоря, да. Потому что и освобождение, и закабаление это все термины, вот так же как об этом совершенно ясно писал Нагаржина в своем опус магнум в коренных строфах. Да, и освобождение, закабаление, нирвана, сансара, причина, следствие ядра, и это все не более чем ментальные конструкты, не более чем некие умопостроения, имеющие причины, изначально присущие сознанию аффекта. Вот так. Сергей Евгеньевич, я бы точнил, отличие вот в чем, при освобождении понимается иллюзорность, освобождение и закабаление, а при закабалении не понимается иллюзорность, и она принимается всерьез. Вообще говоря, да. Вообще совершенно верно. Так, значит, вижу в чате Лев Игоревич Ститлин, если наэратме понималось как одна из крайностей, тогда как понималось Анатну Авада? Насколько я могу судить по изученным текстам, наэратме Анатну Авада это, в общем, термины, имеющие одно и то же значение, синонимы. Вот. И все это не более чем тоже некие ментальные конструкции. И, кстати, насчет Атмана, да, в той же самой интератантре и в комментарии о осанке даже встречается термин Атман, истинное сознание это и есть истинный Атман, это сейчас по памяти воспроизвожу, то есть это неточная цитата. Вот. Это одно из самых спорных мест этого трактата, где вообще не все ягачары, откуда там Атман взялся. Вот. И пока нет решения этой проблемы, что означает Атману Таратантре, пока лично мне внятное решение этой проблемы неизвестно. Шива-Санту-Ша-Санту-Shta Саргаде-Рхе-Туришвара Шивови-танута-Шеевам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok